Видеоролик создан специально для сайта fb.ru Котлеты, наверное, любят все, моя семья не исключение. На самом деле готовить их несложно, но всегда можно сделать что-то более простым способом. Этот рецепт, которым со мной поделилась мама, позволяет получить сочное и очень вкусное блюдо. Их не нужно формировать руками, обжаривают на сковороде, выкладывая ложкой. Но они все равно получаются очень аппетитными. Для приготовления домашних и нежных котлет нужно взять 500 грамм фарша, 3 головки лука, пару яиц, 3 столовые ложки сметаны, можно взять и майонез. Такое же количество картофельного крахмала, 3 дольки чеснока, половину чайной ложки соли, пару щепоток перса. Еще мне нравится в данном рецепте то, что можно взять любой фарш. И куриные, и говяжьи котлеты получаются одинаково вкусными и нежными. В качестве гарнира обычно готовлю овощи. Все очень просто. Лук и чеснок нужно очистить и очень мелко нарезать. Иногда я использую для этого блендер, но чаще просто мелко крошу при помощи ножа. Добавляю оба ингредиента к фаршу, тщательно вымешиваю. После кладу сметану и крахмал. Стоит отметить, что сметана должна быть густая. Чем выше ее жирность, тем лучше. То же самое касается и майонеза, если используете именно его. Вымешиваю массу, вводят специи и яйца. Снова тщательно размешиваю. Я обычно жарю на небольшом количестве растительного масла. На хорошей сковороде можно обойтись и без него. Выкладывать порцию нужно при помощи столовой ложки, аккуратно поправляя форму котлет. Жарят до образования корочки с двух сторон. Обычно на приготовление уходят около 4 минут с каждой стороны. Котлеты получаются небольшими, но вкусными. Под румяной корочкой прячется сочное мясо. Не рекомендую класть иные специи, чтобы не перебить весь мясной вкус. Обычного перца и соли будет более чем достаточно. А как обычно котлеты готовишь ты? Делись своим ответом в комментариях. Подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео.